Музыка Будем смотреть и вспоминать вас, вспоминать добрым словом. Даже хорошо, что сгорел старый. А теперь хоть хороший телевизор посмотри. Да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вместо старого, сгоревшего телевизора наша героиня получила в подарок новый, современный. Но обо всем по порядку. Сегодня благотворительный проект «Спасибо за победу» отправляется в Ленинский район. А в гости к ветерану войны Анне Григорьевне Чурзиной. И сразу с порога вручаем хозяйке наш презент. Распаковываем коробку. И вот красавец Самсунг занимает свое почетное место в доме. На нашем канале существует совместный благотворительный проект телекомпании «Ахтуба» и «Волжская ГЭС». Спасибо за победу. Всем, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, всем очевидцам этого страшного события в истории нашей страны и мировой истории, мы стараемся помочь, чем можем. Мы узнали, что вам нужен телевизор, что у вас буквально прямо перед 9 мая сгорел ваш. Да? Это правда? И поэтому мы вам купили новый, современный, который будет показывать все каналы, которые вам нужны. Хозяйка Охает благодарит телекомпанию «Ахтубу» и «Волжскую ГЭС» за такую заботу о ветеранах, а заодно вспоминает свое военное прошлое. На фронт она ушла в сентябре 42-го года. Молодая девушка, только закончившая первый курс педагогического училища, быстро освоила профессию телефонистки и была отправлена в Краснословодск. Вспоминая те годы, Анна Григорьевна говорит, что на войне не разделяли. Мужчины, женщины, всем доставалось горе поровну. Особенно тяжело переживалась разлука с близкими. Все переживали, потому что как это, ушли и все. Ни письма, ничего нельзя не послать. Я хоть тогда маме посылала письмо, открытку конвертом. Туда сахар насыплю и сюда. Вот когда приехала уже совсем, а у нее тут мама дает мне конверт. Они слипнуты, потому что через голову пропускали там воду, наверное, в эти конверты. А потом они слиплются, и все. И там не прочитаешь. Как напоминание о боевом прошлом, единственная фотокарточка. Это в Ростове, сразу после госпиталя, рассказывает Анна Григорьевна. Случай или знак судьбы, но дата этой съемки 9 мая 1943 года. До окончания войны оставалось два года. Долгих два года. Анна Григорьевна признается, что выстоять в это страшное время ей помогала вера в Бога. Великую победу она встретила в Крыму. А потом отправилась домой, в Ленинск, чтобы помогать семье восстанавливать дом, который разрушили немецкие бомбы. Наш дом был разрушен, и машинно-тракторная станция, вот это несколько комбайнов там, и этих тракторов тоже упала там бомба. Но у вас все живы, слава богу. А у нас все живы. Трудно представить, что пройдя через всю Великую Отечественную и прожив нелегкую послефронтовую жизнь, Анна Григорьевна полна сил, оптимизма и веры в будущее. Смеется, что ей всего 91 год. Показывая нам свое небольшое хозяйство, она с гордостью говорит, что и сейчас сама ухаживает за огородом. Сил еще хватает. С тяжелыми работами ей помогают дети. Их у Анны Григорьевны и Чурзиной двое, а еще четверо внуков и четверо правнуков. Большая семья – главная гордость нашей героини. И гордиться ей действительно есть чем и кем. К примеру, рисунок ее правнучки Екатерины, кстати, единственной с Ленинского района, вошел в большой сборник, выпущенный специально к юбилею Победы. Родные говорят, все это не случайно. Ведь именно Анна Григорьевна своими рассказами о войне вдохновила Катю на создание ее картины о фронтовых буднях советских солдат. Это были страшные года. Там все умирали, оставались в живых еще. Боролись за чистое небо над головой. В том числе и моя бабушка. Дружная семья всегда на защите любимой бабушки и прабабушки. Когда у нее сгорел старенький телевизор, родственники обратились в местную ветеранскую организацию, а ее руководство к нам. Так и стала Анна Григорьевна участником проекта «Спасибо за победу». От имени Волжской ГЭС и телекомпании «Ахтуба» вручаем ей документы на новый телевизор, а заодно показываем, как настроить каналы. «Нравится, как показывает?» «Очень нравится. Красота, да?» «Как будто я рядом с ними. На высоте. Ох, на мече». И родные, и друзья собрались в этот день порадоваться за нашу героиню. Теперь, говорит снаха Анна Григорьевна, Татьяна, мама будет видеть мир в новых красках. «Появился у бабушки телевизор. Рада, бабушка? Спасибо, рада». Ну и, конечно, появление нового телевизора нужно было отметить за праздничным столом. Все желали ему работать без поломок. Самой Анне Григорьевне здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Да и нашему проекту долгих лет жизни. Дело-то ведь очень нужное. Благодаря совместному проекту телекомпании «Ахту Боеволжской ГЭС» «Спасибо за победу» уже седьмой год подряд мы имеем возможность знакомиться с ветеранами и рассказывать вам о героических судьбах участников Великой Отечественной войны. Каждый раз мы говорим этим мужественным людям «Спасибо, спасибо за победу». И в знак благодарности решаем их мелкие бытовые проблемы. Если нужно, покупаем новый холодильник или, к примеру, телевизор. Данным проектом мы хотели подчеркнуть значимость нашей Великой Победы и, самое главное, отметить участие наших дедов, прадедов в этой войне. И вообще говоря, как можно чаще говорить им о том, что мы помним и гордимся. Время съемок в этот раз пролетело быстро. Пришло время прощаться с нашей героиней и ее дружной семьей. Провожая нас дорогу, Анна Григорьевна напоследок отметила, «Собака, которая охраняет дом, не залаяла на нашу съемочную группу. Это улыбнулась хозяйка. Добрый знак. Значит, люди неплохие». Только отгремели праздничные салюты в честь 70-летия Победы. Все мы поздравляли и чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Но хотелось бы, чтобы эти мужественные люди, которые отстояли наше мирное небо над головой, были окружены заботой не только в эти майские дни. А мы как можно чаще и при каждой возможности говорили им спасибо. С вами была Ирина Горшинина и проект «Спасибо за победу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова